снова здравствуйте уважаемые подписчики снова я рад вас приветствовать на моем канале очень надеюсь что основная масса про меня не забыла и очень надеюсь что вы будете рады что выпускаю этот ролик собственно дней 7-10 я не выпускал ролики потому как особо нечего было вам рассказывать но сейчас появилось несколько тем для того чтобы вам об этом рассказать и я сразу это с радостью и дело ну давайте по порядку первое по поводу конкурса который объявлял на 1 килограмм клубники я с огромным разочарованием вынужден рассказать о том что скорее всего он у нас не получится объясню почему во первых потому что клубника которая растет она которая точнее созревает она очень быстро приходит в негодность если ее не срывать соответственно дождаться до того момента когда она единовременно вырастет в количестве одного килограмма пока не представляется возможным и во-вторых судя по тому сколько комментариев я получил судя по тому сколько людей готовы были принять участие в розыгрыше я так понимаю что это особо не интересно видимо килограмм клубники который можно сейчас уже за 150 за 200 рублей купить ну по крайней мере в краснодаре особо никому не интересен заморачиваться не хотят ну да ладно это собственно что касаемо розыгрыша теперь вторая новость и новости события и события не знаю как хотите так называть клубника очень активно начала давать усы очень активно но сейчас вы их видите на своих экранах усики и вот вы видите что уже многие я по отрезал не отрезал те на которых на вот этом месте не появились еще корешки усики которые уже достаточно длинные у них вот здесь появляются корешочки такие остренькие это говорит о том что их пора отрезать и пересаживать в открытый грунт вот но так как у меня эта установка гидропона и грунта у меня здесь особого нету я принял решение высадить все это дело к себе на грядочку вот сейчас покажу вот такая грядочка вот эти все усики вчера я их сюда пересадил очень сильный сегодня прошел дождик обильно все это дело пролил ну и посмотрим как это все дело у нас с вами примется ну я очень надеюсь что будут они расти хорошо да здесь вот пару кустиков это с того года они у меня остались я их в общую кучу пересадил ну и собственно будем вместе с вами уважаемые подписчики наблюдать за тем как это все дело у нас будет расти клубника в открытом грунте будем сравнивать ее вкусовые качества и так далее ну и продолжение теме клубники вот та которую мы высаживали в кокосовый субстрат вот это самая первая ягода но которая все же появилась и она уже и практически поспела то есть в кокосовом субстрате клубника растет тоже не так активно как она у нас растет гидропоники но тем не менее может расти она и в кокосовом субстрате так ну теперь самое основное самое основное событие о котором я хотел бы рассказать значит последних своих роликах я рассказывал о том что эксперимент наш окончен по высадке выгонки лука теперь я буду переходить на цветы и говорила что это будут хризантемы ну уважаемые подписчики все-таки это будут не хризантемы это будут альстромерии вы их сейчас видите на своих экранчиках вот почему я передумал хризантемы и решил альстромерии я честно говоря просто неправильно изначально вам озвучил эту информацию потому что я если честно думал просто что альстромерия это один из сортов хризантем ну так как я вообще неопытный человек в цветах в том числе поэтому я допустил такую ошибку все-таки высаживать буду я альстромерии да кстати кому интересно был недавно где-то на дня три-четыре назад на нашем оптовом цветочном рынке и посмотрел почем сейчас они продаются ну сейчас особо они никому не нужны лета никаких праздников как таковых нету 300 рублей продают за 10 цветочков скруточка такая поговорил я с продавцом говорит что до 700 рублей доходит букет это оптовая цена то что сейчас за 300 рублей продают на опте продают в магазине 700 рублей вот и чтобы вы понимали что один куст посажен альстромерии стоит от 100 до 300 рублей в зависимости от ее качества то есть грубо говоря посадив один куст и выгнав с нее 10 цветков за два месяца то вы окупаете сразу этот куст но это все немножко конечно забегая наперед вся эта информация всю эту информацию я буду вам давать по ходу реконструкции своей теплицы по ходу высадки и почему я особо не спешу потому что у нас сейчас только начало мая кстати всех с праздниками с прошедшей пасхой с майскими праздниками с майскими праздниками с наступающим днем победы всем вам удачи счастья здоровья веселья ну и не спешу я с высадкой своих цветов с началом эксперимента ввиду того что у нас сейчас май ближайшие праздники у нас это будет 1 сентября такие цветочные праздники потом день учителя там день конституции так далее вот для того чтобы альстромерия с момента посадки дала цветки ну и достаточно принялась хорошо и разрослась необходимо где-то полтора два месяца то есть грубо говоря мне можно мне можно посадить их где-то в начале июня даже в середине июня и все равно я еще буду успевать вот поэтому я в принципе не спешу ну и в заключении я хотел бы показать вам что будет зеленью если ее вообще не поливать в принципе ну я думаю тут ничего нового вы не увидите но тем не менее если кому интересно я покажу лук я не поливаю уже наверно месяц и он все равно еще живой я просто очень надеялся что на праздники на пасху на первомайский будет большой спрос опять возникнет дефицит но его не случилось и поэтому лук вот у меня еще до сих пор сидит я в надежде что все-таки 9 мая возможно я ее реализую петрушка очень удивительно три недели и точно не поливаю земля уже как камень а петрушка еще частично как вы видите живая здесь у нас был что здесь у нас был щавель щавель вообще уничтожен полностью полностью шпинат тоже до последнего вот в этом месте где он последние зеленые цветочки были жил вот видите земля как потрескалась из-за засухи вот ну и с той стороны тоже лука еще много ну и там укроп у нас ну в общем ладно не будем мы не будем о плохом о том что у нас по зелени немножко эксперимент получился неудачный но тем не менее мы его провели какой-никакой вот сейчас очень надеюсь что я лук все-таки либо продам ну в самом плохом случае его просто выкину да ну и напомню что я буду здесь полностью разбирать все грядки и вы перепахивать земельку нанимать наверное человека который будет высаживать мне цветы или вместе с ним я буду это делать ну и на сегодня все большое спасибо что вы про нас не забываете помните вам всем огромной удачи да кстати нас уже почти 3000 подписчиков уважаем уважаемые зрители большое вам спасибо что поддерживаете на этом пожалуй все всем пока удачи с праздничками отдыхайте гуляйте всем пока